Музыка Любители боевых искусств. Очередной вид единоборств грэплинг. Этот вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление закончить поединок досрочно с помощью болевого или удушающего приема является отличительной особенностью грэплинга. Техника грэплинга представлена широким спектром методов таких как клинч, просок и сваливание, болевой прием и удушение, позиционная борьба, узкать за ней, перевороты. У нас в студии президент Федерации грэплинга России, заслуженный тренер России, президент Всемирного комитета грэплинга UWW Резван Султанович Бачкаев. Я передаю слово моему уважаемому со-идущему Николаю и, конечно же, нашему гостю. Спасибо вам всем. Сегодня к нам в студию приходят. Постоянно продолжают приходить легендарные люди, настоящие мастера своих направлений. Резван Султанович Бачкаев. Резван Султанович, спасибо вам огромное, что нашли время к нам прийти. Чрезвычайно приятно. Вы знаете, я небольшой специалист в области грэплинга, даже скажу более откровенно, вообще не специалист. Единственное, что я четко знаю, что в советское время, когда я занимался самбо, греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, но грэплинга как такового не было. И все говорили, ну почему вольникам нельзя, скажем, проводить болевые приемы, почему классики не могут удушения делать. Ну вот нельзя, вот такой вид борьбы. Грэплинг по-английски это захват, схватить, сцепиться, бороться. Значит, в грэплинге, как оказалось, можно все. Вы расскажите нам все-таки, что такое грэплинг, в чем его главные отличия от греко-римской, от классической борьбы. Значит, грэплинг это от слова грэп, захват. Грэплинг это продолжающийся захват, то есть до завершения. Захват до завершения, то есть завершение поединка, оно может произойти путем болевого или удушающего приема, нейтрализации соперника, да. Но в данном случае здесь применяются все приемы борцовские, за исключением ударных. Удары руками, ногами, любые удары, тачки, это все запрещено. В чем отличие от греко-римской вольной борьбы? Вот если мы немножко углубимся в историю и посмотрим, как возникали эти виды спорта, греко-римская борьба возникала в эпоху сражений в Древнем Риме и в Древней Греции. И задача стояла именно устоять на ногах. Во время сражения упасть это равносильно смерти, вы потом не встанете. Поэтому правила программировались с учетом того, чтобы люди, которые соревнуются в этом единоборстве, имели практическое применение в боевых действиях. И все виды боевых искусств, которые возникали так или иначе в мире, они возникали именно в соответствии с требованиями военных действий того времени. Да, то есть и там кольчуга, другие какие-то особенности требовали определенных боевых навыков. И в связи с этим создавали правила, по которым воины тренировались и оттачивали свои навыки, чтобы потом их применить в реальном бою. Так возникла греко-римская борьба и она сохранила это, поэтому ее и называют классическое. Сейчас необходимости вот именно в этих упражнениях стоять на ноге нет. Резван Султанович, мы продолжаем, давайте говорить о грэплинге, естественно, конечно. Вот мне очень интересно, как же он появился в нашей стране, когда это произошло, когда вообще мы узнали об этом? Ведь в мире существовал задолго до прихода в Россию грэплинга. Да, как я вам рассказывал перед этим, эти все виды единоборств возникают в соответствии с потребностями времени. Появление площадки смешанных единоборств Mixmart и L-Art продемонстрировало, что востребованы новые виды технических действий в схватке. Это борьба в партере. Мы его называем глубокий партер. У нас есть поверхностный партер, дзюдо есть, в вольной борьбе, греко-римской, но это такие поверхностные. А глубокий – это когда на каждые 5 сантиметров перемещенного тела есть уже технические действия. И все разрешено там, и душить разрешено, и сзади, и спереди. И в отличие от борцовских дисциплин, в вольной греко-римской, там на туше нету никакого проигрыша, а наоборот нижние атакующие в данном случае. В отличие от дзюдо, от ипона не дают победу, а это только какое-то временное преимущество. Поэтому требование времени вынудило искать новые виды борьбы. И вот так и появился грэплинг. В Америке там экспериментировали, насколько я знаю, дзюдоисты, там разные специалисты. Бразильцы сохранили формат поединка еще от ученика Дзигара Кана, который переместился через Америку в Бразилию. Вот преимущество бразильцев именно в том, что они этот формат поединка сохранили. Он был и у нас в самбо, когда Василий Ошепков привез его. Этот же формат у нас был. Старые самбисты, когда смотрят грэплинг, я разговаривал с одним учеником Харлампиева в Жуковском. Он посмотрел, говорит, это пассионарнее, чем самбо, говорит, грэплинг. Старое дзюдо Василия Ощепкова, тот дзюдо, который привез в Бразилию ССС Маэда, где были разрешены вот эти все захваты за штаны, заломы, удушение. Конечно, это очень все интересно. Но я повторюсь, что у нас, допустим, я сам бы занимался в 70-е годы, даже понятия мы не имели о том, что существует такая дисциплина, грэплинг. Мы не знали об этом. И я уверен, что и позже, и в 80-е годы тоже никто не знал. Когда пришел грэплинг к нам в Россию? Ну, как таковой грэплинг, это где-то в конце 80-х в Америке появилось слово, насколько я знаю. И оно начало транслироваться на подобные виды борьбы в разных проявлениях. Там арабская версия, бразильская версия, там в Америке несколько федераций. Ну и международная федерация United World Wrestling, она тоже решила запустить свой проект. И где-то в 2007 году был проведен первый чемпионат мира. Я подключился случайно к этому процессу. Вы базовый боксер, правильно? Да. Как тяжело боксеру вообще перестроиться на борьбу? Боксеру необходимо перестроиться на борьбу, если вы хотите быть универсальным. Потому что если в поединке есть формат поединка, есть внезапные там нештатные ситуации, которые возникают. В формате проединка боксер, он фактически против борца беспомощен. Потому что у борца процентов 90 преимущество, что он сделает проход в ноги и переведет схватку в партер. Поэтому если у вас стоят такие задачи, вам необходимо владеть техникой борьбы лежа снизу. То есть вы должны уметь что-то сделать, выйти на болевой или выйти за спину, сделать переворот, ногу атаковать. Безусловно, да. Вы знаете, интересно, когда в 90-е годы проводились первые бои, назывались так, бои без правил в цирке, проводил Александр Иншаков и светлой памяти Сергея Циклаури. Так вот, вопреки ожиданиям, все думали, что вот карате, кёкушинка и другие виды единоборств, что все падают после попадания ногой в голову, все обязательно должны упасть. И поэтому все считали, что каратисты вынесут всех на этих соревнованиях. Но, вопреки ожиданиям, после удара в голову человек шел, борец, шел дальше в захват, бросал, душил, делал болевой. И каратисты проиграли. Проиграли борцам. И тогда все задумались, братцы, надо учиться бороться, ведь без этого никуда. Так, я думаю, что именно вот с этим связан интерес к грэплингу именно в формате UFC. Скажите, я ошибаюсь или нет? Именно так, наоборот. Ведь многие кикеры, многие боксеры начали специально ходить в секции в школы грэплинга, чтобы научиться бороться. Это необходимость, требование времени. Если вам нужно там выигрывать, вы должны владеть грэплингом. Если вы не будете владеть грэплингом, как ударники вы меня поймете. Если вы боитесь, что после вашего удара вы не достигнете цели, а потом окажетесь в партере, вы бить будете не так уверенно. А когда вы знаете, что если даже вы в партер перейдете, вы там спокойно будете управлять ситуацией, то вы вот эти 2-3 сантиметра, которые чуть-чуть там додавить, да? То есть вы чуть дальше смело ударите. Поэтому вот от этого зависит и ударная техника. Если вы владеете грэплингом, вы уверены в себе. Вы можете ударить, вы можете бросить. То есть бой это из многих составляющих состоит. И одна из них, и самая в России ущербная на тот момент, лет 10 назад, когда мы начинали развивать грэплинг в России, это именно грэплинг. То есть у нас эти техники были каким-то образом утеряны. Вот этот самбист старый мне сказал, до 59-го года, до изменения правил, это его слова, грэплинг, самбо было именно таким, как вот грэплинг сейчас. Очень интересно. В нашу страну, конечно, грэплинг ворвался, стал супер популярным. Вот сейчас у нас два направления, это бразильская джиу-джитсу, но они родственные, я считаю, и грэплинг. И, конечно же, парни из Кавказа, наши прославленные борцы, ну, недаром говорят, что в Дагестане, в Чечне, человек сначала учится бороться, а потом уже ходить и так далее. Но это действительно так, да? И количество мужчин со сломанными ушами на один квадратный метр в Чечне и в Дагестане самое большое в мире, это точно так. Так вот, кто все-таки принял, вот как родной этот вид единоборства, кавказские парни, им легко было перестроиться после вольной борьбы, классической борьбы? Или все-таки какое-то определенное усилие надо было? Ну, вы знаете, дагестанцы сразу решили, что это их вид спорта. Ну и у Шусанда тоже дагестанский вид спорта. Примерно вот как у Шусанда, они решили, что это их вид спорта, и они фанатично этим занимаются. Здесь есть еще одна особенность, составляющая религиозная. Допустим, есть какие-то ограничения в плане ударов, то есть они не столь категоричны, но они есть. То есть не бить по лицу, в исламе есть ограничения, форма одежды. И по всем этим параметрам грэплинг на 100% соответствует. И те ребята, которые, а их много у нас на Кавказе, те ребята, которые придерживаются строгих норм ислама, для них это такое новое направление, которое полностью гармония с ихней душой и телом, скажем так. И вот они выбрали его и занимаются только этим. Вы знаете, я думаю, что я не ошибаюсь. Мне кажется, что грэплинг именно в его чистом проявлении еще очень интеллектуальный вид борьбы. Во-первых, он не агрессивный. Мы можем часто видеть, когда, ну не часто, видеть, когда на соревнованиях по классической борьбе по греко-римской происходят драки. Когда, в общем, неподобающе ведут себя спортсмены. В грэплинге такого нет, он какой-то более интеллектуальный, что ли. Так это или нет? Было напряжение первый год-два, не буду скрывать. Напряжение достигло какого-то пика. И после этого мы друг друга уже очень хорошо слышим со спортсменами. Я теперь могу с уверенностью сказать, что кавказские спортсмены, про которых существует такая, ну, настороженность, да, что вот они там недисциплинированные. Взрывные температуры. На грэплинге есть такое замечание, люди говорят, здесь можно шепотом разговаривать. То есть на грэплинге нету никакой напряженности. Вот на нашем грэплинге, вот именно United World Wrestling, у нас лучшие, самая высокая конкуренция. Наши чемпионы, в принципе, выигрывают чемпионаты мира. И на наших чемпионатах все очень спокойно. Замечательно. У нас не так много времени, нам еще предстоит с вами посмотреть поединок мастеров грэплинга. И вы его должны откомментировать. Последний вопрос хочу спросить в ближайшей перспективе. Что, чего ожидать такого яркого событийного? Ну, мы шаг за шагом идем. У нас все спрогнозировано. Мы вначале все проанализировали, что нужно для России, чтобы у нас был хорошо развит партер. Именно поэтому мы выбрали направление United World Wrestling, это Олимпийская Федерация. Мы в будущем, конечно же, стремимся попасть в Олимпиаду. Уже пять лет я возглавляю Всемирный комитет грэплинга. Мне при поддержке Михаила Гераевича Мамешвили, я там хорошие позиции имею. Мы сделали, создали новые правила, схватки стали динамичнее, презентабельные, форма одежды. Ну, как бы пытаемся двигаться. И самое главное, мы уже четыре года проводим совместные чемпионаты Европы. И уже второй год чемпионат мира совместно с Олимпийскими дисциплинами. На их площадке. Это очень здорово. Вот там, где они проводят. Поэтому мы стремимся в Олимпиаду, когда это получится, не знаю, но мы идем большими шагами. Главное идти, главное выбрать путь и идти к нему. Never give up, никогда не сдаваться. Давайте посмотрим ролик и я с удовольствием послушаю ваш комментарий. Это наш новый зал, это наш ответ чемпионату, как говорится. Это ЦСК. ЦСК мы сделали зал. Там полная медсистема. Это наслаждение. По крайней мере, специальный чемпионат. Это тот же борцовский кавер. Просто конкретные какадемии. Мы выбрали формат цветов, чтобы он отличался. Все то же самое. Те же производители его делают. Вот это Central Sports Club Army. Мы в ЦСК находимся. Мы интегрировались в ЦСК, потому что это все-таки самый сильный клуб в мире, можно сказать. И один из легендарных клубов Советского Союза. Вот у нас два грэпплера. Один в синий, другой в красный. Рашгарды называются эти шорты. Как вы видите, форма одежды. Кстати, у нас есть два вида грэпплинга. Грэпплинг и грэпплинг ги. Ги – это в кимоно. Красный, синий кимоно. В данном случае мы увидим схватку по грэпплингу. Это шорты до колен. Можно одеть лосины под шорты. А мусульмане любят вот так вот закрывать вот это все. Для них удобно. Резван Султанович, мы привыкли к тому, что борцы, будь то греко-римский стиль, это, конечно, машины чисто физически. Это огромные мышечные массы. Может быть, она пластичная, но тем не менее, это практически геркулесы. В грэпплинге насколько важна физическая сила и фактура? Физика очень важна, но не настолько. Не в первую очередь. В первую очередь должна быть техника и гибкость. Расположить свое тело так, чтобы больше частей тела атаковало меньшую часть тела соперника. Это основной принцип. И зачастую, вот если вы посмотрите наших девушек, вы увидите, что у них структура тела, телосложения, она вообще… Вы не скажете, что это борцы. Да, да, конечно, конечно. Они очень там встроенные. Меня всегда привлекало подобного вида противостояния. Вы знаете, когда спортсмен, мастер хорошего уровня, из одной ситуации буквально перетекает без задержки, без заминки. Тут же меняет тактику, стратегию. Не получился один прием, выходит на другой. Не прошло души, не выходит на болячку. Это очень всегда… Вот эта защита от треугольника, как раз то, что я вам рассказывал. Вы рассказывали, что вы нашему прославленному бойцу Федору Емельяненко посоветовали, как защищаться от смертельных объятий Фабрицио Вердума. Да, да, совершенно верно. Это наиболее вероятный такой уход от треугольника. Сто процентных уходов не бывает. А вы откуда этот секрет выведали? Ну, в процессе соревнований они… То есть личным опытом, да? Да, конечно, безусловно. Методом проб и ошибок? Совершенно верно, да. Интересно. Соревнования сами продуцируют многие техники. Конечно, конечно. И поэтому, чем идти за другими, мы решили свои соревнования развивать и сами учиться. Соревнования проходят при полных залах, народ болеет, понимает, что происходит на каврии. Конечно, все то же самое, что в вольной борьбе, что в джидо, все то же самое. Вот примерно формат такой же. Просто отличительная черта, что здесь техники другие, и они более практичные и более зрелищные. Безусловно, добавление удушающих и болевых приемов в арсенал борьбы, конечно, оно сделало более динамичным и более зрелищным этот вид. Тут даже не поспоришь. Как мне сказал один из функционеров Международной Федерации United World Wrestling, они, как вы знаете, фанаты своих видов борьбы, там, вольной, греко-римской. Он мне сказал, у вас есть преимущество, у вас есть интрига. Вы в любой момент, проигрывая, можете завершить победой. И, конечно, очень важным моментом для зрителей, не слишком искушенных в области единоборств, является тот факт, что человек, находящийся на спине, он совсем-совсем не проигрывает. Он, наоборот, может находиться в атакующей позиции. Да, это атакующая позиция в грэпплинге, совершенно верно. Ну вот, из любых там, вот все эти действия, которые они делают, они имеют какие-то баловые оценки, можно и по баллам выиграть. Вы знаете, они как две кошки или как две пантеры, гибкие, пластичные, вот такие совершенно незакаченные, это, конечно, впечатляет, это смотрится очень здорово. Можно и в стойке завершить, и в партере, можно в прыжке, вот, треугольником завершить. Красиво, красиво. Они еще какие-то демонстрируют, если я не ошибаюсь, какие-то еще техники. Ну, как вы видите, дизайн рожгардов, он специально, ну, современный дизайн такой, чтобы выглядело более креативно, то есть незабитые такие. А техники все, это симбиоз техник из разных видов спорта. Броски, понимаете, в полете. Классическая весячка, да, из самбо. Это весячка, да, совершенно верно. Это треугольник летающий. Треугольник, этого в самбо нету. Это флайт рейнгл называется. Это анаконда. Есть такой же обратный прием. Это Кимура на рычагу руки, знаменитый Кимура, который, японец, который там выиграл, грозился в этих приемах. Это, это тоже анаконда. Это тоже анаконда. Порой борцы завязываются в такие, знаете, палекские узоры, что замысловатые, что даже нельзя распознать, где чья рука, где чья нога. Ну, конечно, это впечатляет очень, очень, очень. Ну, специалисты сразу видят, даже в начале видят, что это за приемник, к чему это идет. Великолепная демонстрация. Спасибо вам большое, Резван Султанович Бачкаев, он у нас сегодня был. Друзья, вы знаете, я с удовольствием провел эти минуты. К сожалению, время наше ограничено. Так бы мы с вами общались и общались. Для меня это сравнительно новая дисциплина. И мне чрезвычайно интересно было, надеюсь, и нашим зрителям тоже. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Удачи вам, счастья, здоровья, дай бог вам процветания и вашей дисциплины тоже. Надеюсь, увидимся мы с вами на спортивных площадках. Все, спасибо, очень приятно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok